здравствуйте друзья есть на свете темы вечные вот есть тема любви казалось бы но уже сколько написали понимаешь и ну со времен незапамятных буквально сколько вот человечество существует письменность там клинопись и мы знаем что вот о любви а а продолжают писать понимаете и песни поют там и так далее и никто ухомонитесь вы с любовью вашим давайте что-то такое другое значит есть но это одна тема она очень большая есть не менее такие вечные темы но может быть более локальные по своему значению там типа как заработать денег или вот например тема как эмигрировать в сша она вечная уже сколько написано и переписано все равно хочется найти вот задать вопрос такой казалось бы уже много раз отвеченный но не лично тебе поэтому значит вот так это из серии знаете там он был батальонный разведчик нет я был батальонный разведчик а он писаришка штабной а вот если я металлург а он там допустим вот в этом отвечали комбайнеру а вот я металлург ну хорошо значит вопрос задают серьезности значит вопрос задают такой что вот я и жена я занимаюсь подготовкой там сверхчистой воды для не знаю чего в микроэлектроники что-то не там изготавливать чипы может вот а жена микробиолог и вот фармацевтии работает в москве видимо поскольку я помню по памяти и вот как как бы нам значит вот по мигрировать в америку подскажите и то что начинается с перечисления профессий как бы и никакой больше информации нет вот мы не знаем про уровень владения английским мы не знаем есть ли у них вообще какая-то виза были никогда не сша ну вот ничего про людей не знаем есть ли у них дети там сколько какого возраста и так далее рассматривают ли они какие-то виды иммиграции помимо например профессиональные да потому что когда нам говорят у меня такая профессия уже не такая профессия то нас как бы ставит ситуацию профессиональные миграции другой уже как бы не осталось понятно что если есть семья то стало быть мы там через брак им не советуем да мы конечно можно было бы дать тут некоторые так они мудрят там разведутся потом там женятся потом там разведутся снова сойдутся но если сойдутся может уже никогда не сойдутся в общем брак мы не рассматриваем значит но тем не менее остаются какие-то там другие еще вещь начиная от политического убежища и там заканчивая то может быть как созданием бизнеса там я не знаю что есть какое-то количество вот этих вот путей и она ограничена их их на самом деле далеко не так много вот сколько то есть значит профессиональная миграция я честно говоря не знаю это что за профессия такая по там подготовки войны требует для сверхчистой воды требует ли она высшего образования насколько эта профессия востребована это это редко редкий случай для меня первый раз слышу такое вот такого рода вопрос от человека именно с этой профессии то есть и вообще не встречал людей которые занимаются там вот вот этим я знаю людей которые разработкой занимаются да когда я с ними говорю про манифакчуринг они мне говорят что вот манифакчуринг производства уходит из соединенных штатов если уже не полностью ушло то в общем как бы это все на зак на закате уходит куда-то на филиппины там в индонезию в тайвань там еще куда-то и вот им там файл сбросил там по электронной почте а тебе через там три дня коробка пришла по почте вот сами с микросхемами то есть где-то они там сами в общем я знаю людей которые работали на вейферах вот у них проблема всегда была что как-то работа уходит вот из кремниевой долины почти все ушло я знаю что не все что за границей к что-то ушло в техас может быть в общем так как то такие слухи доносятся конкретно про чистую воду никогда не слыхал что касается жены с ее фармацевтическим как бы и микробиологическим бэкграундом это очень востребованная вещь и я думаю что ну из того что вот из моего окошка видно что это одна из наиболее востребованных профессий там где доходит дело до рабочих виз то есть я я знаю просто людей по москве которые там были вот работали в исследованиях фармакологии в химии биохимии микробиологии они целыми кафедрами сюда перебирались вот и это как бы востребовано но я не знаю что делала что делает жена машина тоже там на заводе работаю какой-то лаборатории или или что но если люди занимаются исследованиями то безусловно у них тут как бы большая такая колония соотечественников вот из этой самой профессии но тоже надо быть достаточно хорошим специалистом там и по-английски говорить и чтобы кто-то был кто тебя тянет потому что просто так вот выйти на рынок я даже не знаю что сказать вот таких которые просто так приехали я не знаю я знаю людей которые как-то по связи вот у них там был завкафедра и он уехал потом потихонечку перетащил всю кафедру вот такое я слыхал но наверное есть свободный рынок тоже почему нет просто в каждой области он там специфичен обычно люди которые этим занимаются вот на том самом уровне обычно эти люди имеют публикации в журналах они может быть на конференциях где-то встречаются с коллегами и там вот у них отношения как какие-то завязываются вот я я это так понимаю и соответственно у них уже возникает возможность просто поговорить с кем-то на предмет того чтобы как получить там ну приехать поработать есть программы между университетами да когда люди по университетским программам приезжают на стажировку там по визе джей-1 и так далее я не знаю конкретной ситуации вот как ребята там спозиционированы и насколько они занимаются именно вот тем зашим за что реально дают рабочие визы мне судить трудно а что бы я начал делать чтобы например подразобраться в этом ну во первых ну давайте мы с супругой значит которая микробиолог я бы на месте супруги обзвонил бы там десяток соучеников там по университетом где она обучалась и поспрашивал бы их не знаю для никого-то кто реально работает где-то на западе сейчас и она может может она и так знает но если даже не знает я думаю что она очень быстро соберет внушительный список людей которые работают на западе из тех с кем можно просто поговорить они знакомы в общем-то и так далее вот поэтому из это что нельзя людей грузить дурацкими вопросами то есть если ты вопрос задаешь что должен подготовиться не ни у кого нет сил разговаривать с людьми которые сами не проделали какую-то работу прежде чем вопросы задавать другим и занимать их время то есть нужно нужно изучать ситуацию так вот посмотрите начните с этих людей там и можно написать у вас разная степень может быть близость там кого-то удобно подергать кого-то может быть не так удобно и так далее начните с них вы можете пойти в линкдин сделать там себе аккаунт и в линкдине просто по каким-то ключевым словам или по компаниям которые вы знаете если вы как бы в профессии работаете вы должны от компании которые этим занимаются так то в тех соединенных штатах по названию компании может начать искать людей смотреть чем они занимаются ну там по должности по ключевым словам которые там увидеть у них пропалок вы можете к ним подсоединиться спросить поговорить и так далее то есть мир мир открытся то есть возможности очень очень много единственно что сейчас уже мы январь там сколько там 10 сегодня 10 января и можно сказать что сезон как бы начался то есть 1 апреля компании будут отправлять заявки на людей которых они при хотят привести в страну по рабочей визе соответственно соответственно сейчас уже очень интенсивно народ пошел рассылаться интервьюироваться разговаривать потому что для того чтобы первого числа апреля на вас подали документы очень желательно чтобы скажем 1 марта решение о том что вас берут было принято потому что особенно фармацевтические микробиологические вот компании они как правило здоровенные как есть небольшие тоже конечно кто говорит но если это большая компания там долгий процесс там просто так вот не запустишь процесс вот там за два часа или за три дня поэтому желательно чтобы там скажем 1 марта уже решение они приняли чтобы они решение приняли к первому марта соответственно у вас есть там осталось полтора месяца в январе и месяц куцей такой немножко обрезанный феврале вот вот и все ваше время поэтому я думаю что если вопрос стал вот только сейчас то вряд ли в этом году вам что-то удастся что может быть и не так плохо потому что есть надежда что в следующему году расширят квоту на рабочие визы и будет намного проще это делать и так далее что еще вы можете сделать вы можете приехать соединенные штаты по там туристической визе там не знаю на месячишка а заранее вы можете списаться связаться с людьми которые здесь живут работают или из соотечественников или из американцев которые готовы там сесть потрепаться и сказать как раз вот я там буду в америке там через месяц давай посидим там кофейку попьем побеседуем вот и вы можете вот такой тур произвести вот ну и возвращаясь к началу разговора я хочу сказать что иммиграция не не лимитирована исключительно профессиональной и я бы сказал что профессиональная иммиграция сейчас наиболее такой забитый сосуд знаете проблемный поэтому посмотрите на другие если если задача эмигрировать так можно ну так надо смотреть на разные пути это первое второе если вы еще молоды и если вы не то что там какие-то супер-дюпер специалисты как я не знаю там 20 лет учиться надо так может быть вам другую профессию какую-то приобрести я вот например еще раз не навязывая и не не пихая вас в эту сторону но просто я этим каждый день занимаюсь вот у нас приходят люди изучать тестирование программного обеспечения и за исключением тех кто совсем молоденький у нас есть такие там и по 18 лет и там по 17 бывает и по 19 но в основном у них у всех есть высшее образование то есть не то что у них нет профессии вот они может могут так же как выглядеть а я вот там по подготовке там сверх чистой воды а она вот у меня там по микробиологии я недавно группу начинал это было 6 6 января вот буквально в среду сегодня нас воскресенье а в среду с утра я начинал группу новую и у меня уже такая мулька есть хохмочка вот я захожу в группу я говорю ну говорю от я вот нас тут никого не знаю поднимите руку у кого пичди в биологии там микробиологии и как правило в каждой группе кто-то есть так вот забавно это это такой труд это это так это столько вложений своей жизни понимаете это самоотверженные люди вообще кто в этой в этих профессиях работает чтобы подняться и кем-то стать и вот они они в какой-то момент ломаются и уходят потому что трудно пробиться потому что вот как-то не получают в обмен на потраченные силы не получает того вознаграждения на который они могут рассчитывать в других областях они ломаются и уходят и вот в пьеде не было одна девушка робко так руку тянет индусочка такая хорошая и говорит а если мастерс дегри то годится или надо обязательно пьеде я говорю мастер годится значит вот она мастер так вот значит там оказалось еще было 30 33 человека было в группе из 33 трое были вот как она там мастера по химии не по химии по микробиологии биология микробиологии и еще одна девочка была химик вот вам четыре человека из из 30 это трех это больше десяти процентов я просто чему рассказываю они они тоже могут сказать но вот а я вот микробиолог а я вот химик а я там еще что-то но если ты уже в эмиграции и тебе надо как-то жить понимаете ты уже начинаешь смотреть что ну что делать ну давай может совсем неплохо еще чему-то научиться вот поэтому я как раз когда речь идет об эмиграции я не считаю что нужно себя лимитировать вот этой вот чисто профессиональной может быть это кажется более естественным я могу сказать знаете вот в качестве аналогии когда мы только приехали мы же по-русски говорим правильно и ты думаешь как недостаток превратить в достоинство думаешь а вот пойду куда-то где требуется русский язык а он не требуется но вот не так требуется чтобы пришел человек который по английски сказать ничего не может а вот там был банк по русскому вот и я видел людей знаете очень забавных они там с самым разным образованием непрофильным не филологи не лингвисты ничего но вот он откуда то скажем там инженер там шахтер какой-то там из горла муки так и вот он еще по-русски так говорит что как бы с этим акцентом сильным каким-то локальным это неважно каким это может быть кавказский какой-то или там я не знаю украинский вот и вот он совершенно убежден что он может преподавать русский язык он никогда в жизни ничего вообще ничего не преподавал и уж языка так точно и образование то у него не 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 гуманитарно вообще не понимать что язык преподавать но он говорит у меня вот есть русский сейчас пойду у нас у всех мы все это прожили почему потому что спрашиваешь себя что у меня есть сегодня такое чего не требует никакого времени чтобы там ее подгонять учить выводить на орбиту там на крейсерскую скорость и так далее что я могу сегодня использовать чтобы сегодня заработать себе на кусок хлеба и получается что русский язык у нас уже есть мы может быть неадекватно будем его там как-то пытаться куда-то воткнуть или кому-то предложить в качестве так сказать наличествующего но он есть и практически все люди которые оказались в эмиграции когда-то особенно такие подранки эмиграции дать там без без ходовой профессии без языка нормального там и так далее в наше время практически все мы были подранками такими и вот это понятно очень очень естественное желание и чем быстрее вы от него избавитесь тем скорее вы как бы вольетесь в американскую жизнь но в данном случае осложнение состоит в том что если бы они вот скажем выиграли бы грин карту и думали так что нам работать вот по нашей профессии или поменять ее на что-нибудь еще да значит но у них же нет такого у них то проблема в том что они хотят попасть в эмиграцию с этой профессии вы чтобы их взяли вот по этой профессии и и тут конечно как бы задача усложняется многократно много 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 кратно усложняется поэтому я даже как вам сказать внутренне у меня так все как-то сжимается я думаю это я мое шансов практически нет за исключением ситуации когда это очень-очень продвинутые в своей профессии люди но тогда вряд ли бы им нужен был мой совет они бы там по конференциям там по публикациям по каким-то между ну как бы по профессиональным контактам давно бы решили этот вопрос зачем бы я был нужен с моими советами постороннего мать и вот так что не знаю в общем итог такой будет что конкретно по профессии я вам сказал а если брать шире посмотрите наш канал у нас на самом деле то что был задан именно этот вопрос это говорит на самом деле о том что люди наш канал мало смотрели потому что этот же самые вопросы с другим набором профессии мы отвечали но вот много 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 раз вот профессии были другие так что в общем и в целом я не вижу разницы между там от той профессии или этой а когда до конкретики доходит то это уже явно не ко мне если это за пределами там пара-тройки айтишных профессий я и в айтишных далеко не во всех ориентируюсь но в общем такая такая вещь более конкретно сказать не могу счастливо а